Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в субботу за богослужением читаются два евангельских зачала. От Матфея, глава 10, стих 1, к которому присоединяются стихи с 5 по 8, посвящено памяти святых бессребренников Косьмы и Дамиана Осийских и матери их преподобной Феодосии. И рядовое чтение от Луки, глава 8, стихи с 16 по 21. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Речи Господь! Никто же светильников же покрывает его сосудом или под одр подлагает, но на свечник возлагает, да входящий видит свет. Несьбо тайно, еженеявлено будет, нижеутаено, ежене познается и в явление приидет. Блюдитеся убо, как ослышите, ижебо имать дастся ему, иежащине имать, и ежемниться, имея, возмиться от него. Приидоши же к нему мать и братья его, и неможаху беседовати к нему народа ради, и возвестише ему глаголюще, мать и твоя, и братья твоя вне стоят, видеть и тебя хотящие. Он же, отвечав рече к ним, мать и моя, и братья моя, си и суть, слышащие Слово Божие и творящие. Предлагаю вам прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом и не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным, и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему, «Матерь и братья твоя стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ, «Матерь моя и братья мои, суть, слушающие Слово Божие и исполняющие его». Каждый из стихов сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, содержит особое наставление. Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, но ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет, говорит Господь, подразумевая следующее. Принявший благодать Христову должен быть горящей свечой. Свеча – учение о тайне Царства Божия. И если Господь позволил своим ученикам знать тайны своего Царства, это значит, что они должны быть открыты для всех. Слово Божие должно быть проповедано над всею жизнью тех, кто принял его. Здесь Господь научает не только апостолов, но и каждого из нас быть светлыми по жизни и поведению. И как свечу не покрывают сосудом и не ставят под кровать, но ставят на подсвечник, чтобы входящие видели свет, так и христианин должен быть светом в этом мире, стараясь вести добрую и праведную жизнь, дабы свет этот сиял перед людьми. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Наступит великий и страшный день Господень, когда Бог объявит все тайны человеческие перед людьми и перед ангелами. Тогда люди увидят и узнают друг друга такими, какими сейчас их видит и знает один Господь. Все станет явным для всех, кто что делал, к чему стремился, что думал и чувствовал в своей земной жизни. И каждый войдет в ту вечность во времени, которую заслужил. Блаженный Феофилакт замечает, чтобы кто ни делал в тайне, доброе или злое, все обнаружится и здесь, особенно в будущем веке. Что было сокровение Бога, однако и Он явился во плоти. И так наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. В какой мере мы будем внимательны к Слову Божию, в такой мере получим и пользу. Ведь кто, имея дары, продолжает трудиться, умножая их, будет иметь больше. В противном же случае можно утратить и то, что имеется теперь. Святитель Кирилл Александрийский поясняет, «В людей, охотно обучающихся и хорошо расположенных к принятию божественных глаголов, вселится Святой Дух, взращивающий в них дарование. У тех же, кто стяжал искру света и пренебрег ею, совершенно угаснет и отнимется даже то малейшее, что они имели прежде. Это и претерпели иудеи. Приняв свет из закона, они не приумножили его, а когда пришла истина, они оказались близоруки и лишились даже того, что ранее приобрели. Таким образом, тому, кто желает и старается приобрести дары благодати, сам Бог дарует все. А если в ком нет ни желания, ни старания, тому не принесет пользы даже то, что он, как ему кажется, имеет. Во время того, как Господь наставлял учеников и людей, к нему пришли матерь и братья его, но не могли подойти к нему по причине множества окружавших его людей. И когда Господу дали знать, что они желают видеть его, он ответил, «Матерь моя и братья мои суть, слушающие Слово Божие и исполняющие Его», тем самым показывая, что все люди, единственной целью которых является исполнение воли Божьей, являются по-настоящему родными для Господа. Святитель Иоанн Златоуст пишет, что этими словами Господь научает тому, что не должно полагаться на родство и оставлять добродетель. Есть одно только благородство – исполнение воли Божьей. И это благородство лучше и превосходнее того плотского родства. Исполнение воли Божьей, дорогие братья и сестры, является именно тем, что дает человеку возможность находиться в общении и единении со Спасителем. Только тогда исполняем мы волю Божию, когда слушаем и храним Слово Его, укрепляющее в душе веру, побуждающее любить ближнего и творить дела милосердия. Сила благодати, сокровенная в Слове Божьем, укрепляет волю к исполнению Закона Божия, постепенно возводя человека к совершенству и блаженной вечной жизни. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господи! Благослови, Господи! Благослови, Господи! Благослови, Господи! Благослови, Господи! Благослови, Господи!